друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесникова мои хорошие продолжаем с вами обозревать последние сводки с полей а именно сегодняшний ролик колес последних киношедевр друзья мои которые они нам представили ну что мои хорошие сразу же да по горячим следам я конечно же с вами ребят сразу хочу сказать да ролик ролик под названием приходится себя ограничивать ну кто бы сомневался да знаете обычно когда приходится себя ограничивать люди принимают решение рожать очередного на минуточку у седьмого ребенка согласитесь прям логика железная ну что вообще хочется сразу сказать спасайся кто может друзья мои опять никитос за главного да но не главный по тарелочкам нет он главный сегодня опять за камеру а это значит никитос будет опять нам пилить просто офигительно оглушительный контент друзья мои да вот это что-то с чем-то я думаю все прекрасно понимают о чем собственно идет речь в начале значит своего вот этого ролика он говорит ну вот всем привет типа всем доброе утро мы проснулись слава богу да особенно учитывая тот самый момент что ролик у колес вышел где-то в 1925 по москве слава богу что к этому времени вы потянулись проснулись и вышли так скажем да решили себя показать далее далее как обычно друзья мои а в тюрьме сегодня макароны дают вот так вот и в семействе колес тоже макароны но представляете не пустые макароны и не макароны с кетчупом с кетчупом да а макароны с мясом представляете светка что-то там из курицы наваяла вроде как что-то пожарила вот знаете странно никитос показал тарелку говорит мама вчера пожарила курицу а мне странно что со вчерашнего дня курицы осталось еще достаточно много и она не была съедена я так предполагаю скорее всего конечно же детям но в лучшем случае выдали по кусочку всем по кусочку да мамка с папкой наверное поели от пуза как говорится мамке с папкой положено все понятно но и собственно вот по этой причине еще осталось лёшка друзья мои бедные несчастные лёху надо пожалеть вы знаете вот честно пожалеть мужика бедный мужик вот как не собирается на работу да то вот когда на работу ему не надо вы знаете сидит там лясы точит стебется настроение хорошее веселиться да там что-то там показывает рассказывать ну правда особо показывать рассказывать ему нечего но слава богу сегодня хоть ребенка не таскали и на том спасибо но как собирается куда-то там на непонятную работу ребят все сразу настроение на нуле ничего никаких тебе улыбашек никаких тебе смеяшек да смехуёчков смеёчков и так далее ничего жалуются говорит вы знаете мне сегодня на работу лёша ну кому сейчас легко но всем приходится работать представляешь я тебе как отцу семерых уже детей да надо вообще с этой работы не вылезать там собственные кушетку ставить и там же ночевать и говорит вот мне вот название вы тут с работы понимаешь ли ждут говорит когда я приеду ребят только вдумайтесь да что это за работа такая где ему название вы ждут когда он приедет когда он соизволит приехать он говорит но поскольку у меня болит спина лёшка сказал что меня подводит спина говорит я себя стараюсь ограничивать в работе знаете ну не лёха просто кусок золота я просто ребята в шоке от того насколько лёшка колесников любит себя и заботится о своем здоровье да это на деток на детей на их здоровье плевать а вот себя любимого он привык холить и лелеять мне так понравилось вот эти все таки что у него там за такая эдакая работа из болота тащить бегемота да то значит я сижу жду пока светочка родит как лёшка говорил да да я же не могу а вдруг вот она завтра родит а я на работе а кто будет светочку встречать и так далее ребят вообще такие коры мочил да то теперь оказывается ему с работы названивают значит ждут когда лёха соизволит приехать но больше никого желающих работать то нет конечно же лёха один единственный парень на деревне а в деревне один дом понимаете вот так и здесь да вот они ждут ему названивают названивают а он все не едет а он вы знаете поскольку болит спина еще и ограничивает себя в работе олег я даже не знаю что тебе сказать что тебе посоветовать ты знаешь мне просто смешно вот честно ребят я вот никогда не слышала что вот его хочешь не хочешь да я хочешь работаю хочу не работаю хочу работаю да на минуточку ладно бы это сказал какой-нибудь там пацан да подросток там какой-то там ну пусть там ему там 18 19 там 20 лет да я вообще образно говорю там не важно ну молодой человек какой-нибудь у которого нет семьи да у которой который несет ответственность только за себя ну и здесь-то папа многодетный папа семи семерых детей представляете семеро детей плюс восьмая светка друзья мои это вам как говорится не хухры-мухры далее картина маслом даринка подметает говорит никита вот она тут типа ела семечки вот тут шелуху рассыпала и подметает я смотрю на даринку даринка сидит друзья мои прям знаете вот этими ляшками голыми на полу ляшками светит все уже уже штаны надевать не надо не свет уже все хорошо уже все нормально да всю зиму проходили как придурочные на штанах значит на на теплых от комбеза да а поверх штанов вот эти вот непонятные юбки непонятные тюлевые платья непонятно вообще что как говорится а здесь уже сидим ляхами сверкаем да уже все уже все нормально как говорится все хорошо да и вообще ну как вот ребенок сидит у вас прям ляшками на полу да выход скажите и пусть она встанет да что анжелка у них помните вот это вот полола траву на огороде лежа брюхом прям лежала брюхом на этих грядках что вот эта мелкая тоже скажет нафиг я буду задницу поднимать да подметает вообще-то не так не она сидит там уже склонилась лёшка хоть бы замечание сделал хоть бы сказал дарин встань ну что ты делаешь то не вообще никому ни до кого нет никакого дела лёшка занят тем что ему надо плотно поесть друзья мои ведь у него спинка бобо и опять опять ни китос ребята пошел на улицу я думаю все пиши пропало не знаешь что и делать куда бежать опять трясет нам показывает эти пакеты с гвоздями думаю так начинается эпопея 225 серия до сериала из субботина ну и что говорит надо собирать клубнику думаю хоть что-то новенькое надо собирать клубнику ребят и пошел он собственно в сторону клубники на грядках уже там значит вовсю настя ходила собирала тут же мелкая увидев всю эту картину прибежала я сначала друзья мои на нее смотрю думаю что это как-то это на даринку не похоже чтобы она бежала неслась да помогать сестрам братьям и так далее ведь когда светка ей накануне вчера предложила полоть траву мелкая сказала не не-не-не ничего не знаю никакой травы да полоть не буду а у меня значит перчаток нет а тут прям кинулась в первых рядах ну и до меня дошло почему понятное дело по той простой причине потому что мелкая понеслась в надежде что сама пока будет собирать нет нет несколько ягодок да умыкнет и что-нибудь там сожрет пока мамка с папкой не видят молодец даринка да далее далее ребят честно ну достал достал не только меня но и сестер уже достал я смотрю это какой-то кошмар я про никитоса слушайте бдит сестер прям вообще по полной программе отчитывает их за то что они там пропустили ягоды и знаете как мать переживает прямо вот говорит не вы не заберете вот эти ягоды не соберете да их же птицы склюют и так далее кстати клубника которую собирал никитус знаете она еще не созрела до конца вот он все собирал 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 но что я хочу сказать он несколько раз повторил что вот девчонки плохо собирают вот вы не туда смотрите вот вы там пропустили вот туда-сюда господи какой зануда ребят это какой-то кошмар вроде такой еще сопливый да а уже такой зануда весь в папаню да но собирал бы себе молча просто бы помогал сестрам да не всю девчонкам плеш проел по полной программе пока собирал эту ягоду честно у меня уже достал ребят вот этим своим да это какой-то ужаска просто и говорит вот вы тут пропустили вот вы тут пропустили вот вам вот смотрите надо было здесь взять надо было здесь взять ладно говорит плохую ягоду можно и птица оставить пусть птица плохую ест а мы будем говорить есть хорошую ну в общем да вы знаете настолько нудота это какой-то кошмар вот даринка молчала настя молчала до прицепился к этим девчонкам как банный лист к заднице и его было просто уже не успокоить о говорит смотри плеснявая ягода даже говорить нормально не научился учитывая что ему ну так на минуточку уже все-таки 13 лет здоровый пацан уже здоровый подросток но ведет себя как какой-то клоун постоянно корчит из себя какого-то маленького знаете вот такое впечатление что разница между ним и между насти просто огромная причем насти постоянно дают какие-то задания а не какие-то так знаете на лайте постоянно да еще такой наглый вообще обращаясь к насти говорит смотри внимательно настя говорит смотри внимательно типа сколько ты тут ягоды пропустила но они действительно пропускали ягоды это было конечно заметно да а потому что одна пошла с одной стороны грядки другая пошла с другой стороны и они не думали о том что надо еще собирать середину грядки но дело-то не в этом какая разница ну собрали бы тогда потом прошлись бы посмотрели бы там собрали вот понимаете вот насколько нет в них вот этой вот любви между братьями и сестрами ну нет все друг друга только сдают все друг для друга всегда конкурентами останутся за лучший кусок за лучший за больший кусок в этом семействе и так далее нет никакой братской сестринской любви друг другу вообще ни у кого никому нет да и нет бы просто подсказать девчонки вон пройдите вы там середину грядки да пропустили нет начал нудеть нет вы там туда вы это сюда а чего вы тут не посмотрели а это вы кому птицам оставляете господи хотел сказать заткнись ты уже в конце концов да бери да собирай кто тебе мешает держишь одной рукой камеру собирай другой рукой да это как говорится не несложная работа еще прям знаете мне так не понравилось когда он настя начал указывать на минуточку пусть на на год но настя его все-таки старше она все-таки старшая сестра да смотри говорит настя внимательно ну собственно да в этом семействе все могут себе позволить гнобить настю вот настя так да за себя постоять не может но такой у нее характер огрызнуться не может когда надо да огрызаться огрызалась бы больше глядишь и все-таки отношение было бы другое но опять же ведь у всех из всех нас разные характеры да кто-то более сильный характером кто-то послабее кто-то может за себя постоять кто-то не может это же не повод гнобить слабых людей а в этом семействе гнобят именно тех кто более такой скромный спокойный слабый и так далее вы знаете вот мне кажется надо было никиту поставить в паре вместе с анжелкой вот он бы вякнул там пару раз она бы ему в лучшем случае ответила а в худшем случае достала бы что-нибудь потяжелее там бревно какое-нибудь и треснула бы ему по башке чтобы он уже заткнулся и не мешал собирать ягоды ребят ну согласитесь ну правда но есть такие нудоты я говорю господи 13 лет но весь в папаню такой же ненормальный далее настя показывает нам значит маркизу показали сколько они клубнички сорвали но надеюсь детям то хоть что-то достанется мамка то я понимаю начнет жрать вместе с папкой как обычно да надеюсь что-то детям достанется там конечно клубника была наполовину которую они собирали она еще была вообще не создание не созрела до конца но никита уже и такую собирал видимо боялся боялся что птицы сожрут да решили собрать даже наполовину зеленую далее ролик заканчивается тем что настя нам демонстрирует кошку маркизу и говорит ну что мясо вкусное я еще думаю с какой-то знаете такой радости да что это вдруг так расщедрились колеса кормят маркизу мясо а потом настя говорит правда ведь вкусные косточки да говорит маркиза я что-то не поняла она что там кости грызет у них ребят но они как-то говорили что да там кормим всякой фигней значит там и куриные головы да бедную несчастную это кошку я не знаю что они там есть мясом с этим надавали то ли мясо было полный тухляк что его есть никто не захотел да и только кошки его и отдали собственно хотя я в этом очень сомневаюсь то ли то ли действительно там какие-то косточки может быть там совсем немножко мяса и вот бедная несчастная кошка обгладывает все это дело в общем я сомневаюсь в том что если бы это было действительно какое-то добро что колеса бы расщедрились и выдали бы любимой кошке ну любимой да в кавычках понятное дело нужна нам им как говорится как собаке пятая нога да выдали бы любимой кошке кусочек мяса сказали бы перебьется как говорит обычно колесо старше. Ну что, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, собственно, я говорю, спасибо, что сегодня ребенком не тыкали в экран в очередной раз. Вот на этом хотя бы спасибо, да, Лешке недовольный, Лешке некогда было веселиться, не до веселья Лехе сегодня было, ему сегодня надо было ехать на некую работу, где, знаете, ему названивают, а он еще, знаете, решает и ограничивает себя в работе. Лех, трынди, как говорится, больше, да, вот не поверю, что ты вообще где-то там работаешь. Ребята, вот такие у меня новости на сегодня, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, мои хорошие, всех целую, обнимаю, всем огромное вам спасибо за ваши лайки, за подписки, ну и, конечно же, самое главное, за ваши хорошие, добрые, веселые, смешные, интересные комментарии. Ребят, всех целую, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok